Девушки отдыхают 12 человек в составе у Самотлора Нет молодых Титов и Литвиненко с университетом Сейчас в эти минуты играют С Динамо Олимп В Лабытнанге И 2-1 пока ведет университет по парте Ну а у Оренбурга полная обойма 14 человек Ну и сейчас посмотрим Кто начнет сегодняшний матч Так Роман Егоров Сизовущий Так Диагональный Максим Шеметихин Так Пятый номер Ананев Девятый Щедилов Тринадцатый Пурин И одиннадцатый Казицын Если я не ошибаюсь То на сто процентов Состав отличается от того Который играл в предыдущем матче Либера Максименко и Моисеев И главный тренер Владимир Викулов Так У Самотлора Коваликов Сизовущий Блокирующий Третий Цепков Четвертый Пиун Доигровщики Восьмой Макаренко Девятый Богачев Диагональный И конечно Виталий Попазов Альтернативы По сути дела у него сегодня нет И Либера Шестой Кириллов Шестнадцатый Вишневецкий Главный тренер Валерий Песковский Ассистирует ему Александр Платонов Ну да Вот я сейчас смотрю В предыдущем матче с Факелом Совсем другие игроки Ну кроме Пурина и Ананьева Выходили на площадку Все-таки да Сто процентов Я погорячился Но все-таки Существенные изменения Существенные изменения У Факела Посмотрим Извините да У Нефтяника У Нефтяника Так Ну а у Самотлора По сравнению со стартом Предыдущего матча Одна замена Если я опять же не ошибаюсь Вместо Маслиева-Макаренко Если ошибаюсь Поправьте Так Начинается матч Первая подача У Самотлора И Кирилл Пиум Вообще знаем Что у Кирилла Хорошая подача Но в предыдущем матче В общем На подачу не очень По словам всей команды Всего один эйс Был Шеметихин Пытался его блокировать Богачев Но к сожалению Неудачно Блок-аут И 1-0 Повел Нефтяник Разное турнирное Как бы положение У команды Нельзя сказать Что они на разных Пульсах таблицы Но знаем Что Самотлор Уже отобрался В плей-офф А Нефтяник Пока Ну в смысле Пока все Никуда уже не отобрался В плей-ауте Будет играть Подача Егорова Богачев принимал Закрыли цепку Доигровка И Папазов Очень легко Забивает Там Турель И Нанит Мы пытались Поставить блок Но неудачно Так 1-1 И подача Капитана Самотлора Виталия Папазова И к сожалению Срыв У Папазова 2-1 Продолжается у нас матч Богачев Пурина Мощная Справляется Макаренко Коваликов Неудобно будет Аковать Богачеву Но тут Доигровка будет У Самотлора Еще раз Богачев И вот он Забивает Не справляется Либера Нефтяника 2-2 Сложная ситуация Была сейчас В атаке У хозяев Тяжелый Был прием И молодец Богачев Что-то Он разобрался Блокирующего из факела он перешел в нефтяник перед этим сезоном. Ну и вот поветрие такое прямо она не взрывает тоже подачу. 3-3. Так, подача Цепкова. Посмотрим, Юра может очень хорошо подавать. Так, Пурин подстроился, принял Егоров, Шеметихин. 4-3 впереди нефтяник. Подача Шеметихина. И эйс, вот, не справляется Богачев. Подача Шеметихина и плюс 2 преимущество нефтяника. Первый эйс на счету гостей. Вот есть в составе у нефтяника Павел Мороз. Но Шеметихина предпочел выпустить сегодня Владимир Викулов. Сокращая немножко разрыв счета сейчас. 4-5. Ну хорошо, что быстро разобрались. Одну пустили подачу, да. Больше не дали Шеметихину шансов. Подача Игоря Коваликова. 4-5. Щедилов принимал. Сам сейчас будет атаковать. И по рукам сейчас очень хитро и умело Леонид Щедилов поступил. Просто не стал ломиться через бок. Просто по рукам и мяч в ауте. 6-4 впереди нефтяник. Макаренко принимал. И Пиун очень легко первым темпом забивает. Хорошо, что первые темпы у нас проходят. Беда с этим была, конечно, в матче с Уралом. Ну там с чем только беды не было. Пожалуй, только Попасов был выше линии критики. Макаренко. Щедилов принимает. И вот сейчас первый темп Казицына. 7-5. Первый темп на первый темп получился. И подает Иван Казицын. Срывает подачу. Четвертый срыв уже в этой партии. По два совершились с каждой стороны соперники. Ну вот. Странно, да? В общем-то много этот матч не решается. Матлор уже в плей-офф. Нифтяник точно в плей-ауте останется. Ну вот такие ошибки команда допускает. Пиун. Круг уже команды на подаче прошли динамично. Каскадная атака. И Щедилов ошибается. А еще и перенос был. На стороне соперника атаковал Леонид Щедилов. Перемудрили. Тут явно сейчас нефтяники. Нефтяниками тех и других можно назвать. И Самотлор, и Оренбургцев. Сейчас речь шла как раз о гостях. Подача Пиуна вторая. Хорошо, но Пурин справляется. Пурин перехитрил. Еще один шанс будет у нефтяника. Еще раз Пурин. Ну на этот раз перевесели его просто Цыпков и Папазов. И счет становится 8-7. Вот так три очка подряд набирает сейчас Самотлор. Два из них на подаче Кирилла Пиуна. Ну вот работает в этом матче пока оружие. Это подача Кирилла. Вновь неплохо. Ну сейчас не додумали, да? Прыгали закрывать Пурина. А он просто обвел, по сути дела, блок. 8-8. Так, подача Романа Егорова. Не чужой человек Егоров для Нижневартовска. В прошлом сезоне он был в составе нашей команды. Правда, не так много играл, как хотел бы, наверное, опытный игрок. Но вот сейчас он еще и подачу срывает. Сам себе поаплодировал. Счет 9-8 в поле Самотлора. В общем-то, как бы сейчас на площадке находятся два самых опытных игрока в составе обеих команд. Вот это Макаренко у нас и вот Егоров у Оренбурга. Подача по пазову неплохая. Ну сейчас блоком бы поработать. Но Пулин, мастер, конечно, по отлинию кладет мяч. Успелый точно достаточно. 9-9. Пулин, кстати, лидер, в общем-то, среди бомбардиров нефтяника. Но сейчас блок сыграл и закрыл Богачева. 10-9. Нефтяник впереди. Урин, тяжелая подача справляется. Там Макаренко еще раз Богачев. Ну сейчас прошел, слава богу. 10-10. Ну очень вот много, я хочу сказать, такой нервозности и разговоров вокруг Богачева везде. И в сообществе, и в социальных сетях. Там за Егора, против Егора. Порой это дорога не доходит. Я не знаю. Сложно, конечно, молодому человеку, наверное, в этой ситуации. Тем более травмы порой его преследуют. И вот не всегда получается у него на площадке. Я не знаю, читает он эти сообщения, не читает. Но много там лишнего и совершенно ненужного. Нужно просто, считаю, поддержать парня. И думаю, это пойдет на пользу. На площадке он сейчас. И вот 11-10 перед Невтянник. Хорошая вновь подача. Сочи Митихин подавал. Макаренко на высоком мяче. Блокаут 11-11. Ну повезло тут отчасти. Но большой мастер Дмитрий понимал, наверное, что делает. И атаковал уже наверняка. Хотя через всю площадку мяч прилетел. Слава богу, оказался в ауте. 11-11 счет. Подача Юрия Цыпкова. Один блок там был против Шеметихина. Там понятно, что Макаренко сейчас как раз пытался закрыть. Наибольший угол атаки. Ну и... Забил, в общем, Шеметихин. 12-11. Видели мы уже от него эйс. Сейчас нужно внимателен быть в приеме. Вишневецкий принимал. Макаренко. Справляется Пурин, Шеметихин. Там и касание блока и площадка. И вновь два очка у нефтяника. Ну... Даймал сейчас берет Песковский. Вроде как нет пока такой ситуации, чтобы там уж прямо отрывался соперник. Но достаточно странной ситуацией оказывается Самотлор. Да, в общем, мы помним, конечно, выдающиеся матчи тут рубежа годов, когда Зенит проиграл, и Кузбасс, и Динамо еле-еле тут уехало с победой. Ну а потом вот Белогорье потом была обыграна, Ленобласть. А тут, ну, совершенно необъяснимый провал случился в игре с Уралом, когда ничего у команды не получалось. Ну, и, наверное, все-таки, все-таки более уверенно должны черно-желтые играть с нефтяником. Но вот пока ведут гости. Два очка в первой партии. 13-11. Подача с Шеметихином. И сейчас сам он срывает. 12-13. Коваликов. Щедилов подстраивается. Хорошо Кириллов. Ну и атаковать сейчас Макаренко. Молодец. На самой сетке там висел мяч. Мать, мяч. Ну вот Дмитрий нашел место, куда его положить. 13-13 вновь равный счет. Сделали брейк мы на подаче Коваликова. И тут срыв, к сожалению. Ну, многовато, многовато, к сожалению, на подачу ошибаются обе команды. Поли получили от тренинговых установку на риск. Леонид Шедилов. Ишневецкий. Попазов. Не так много он атакует в первом сете. Блоком. Хорошо. Но тут Либерас трахует на задней линии еще бы раз. Но сейчас Шеметихин забивает и вновь плюс 2. Встал на такую удачную волну нефтянник. И что с ним делать не смогут. Попазов сейчас не забил. Не добил до пола. 15-13. И у нас закрывает. Да что ж такое-то. 16-13. 3 очка. Второй тайм-аут сейчас. Нет, замена. Связующего меняет сейчас Песковский. Валентин Безруков вместо Игоря Коваликова. Ну и вперед. Нужно делать что-то в этой партии. На подачу Щедилова такой рывочек совершают гости. Вроде с приема справляемся. Но не добиваем в доигровке почему-то. Попазов. Ну вот. Началась эта неудачная серия. В общем-то с того, что Виталий мяч не добил до пола. Но вот сейчас справляется. Снимает Щедилова с подачи. 14-16 в погоне. Макаренко будет сейчас вероятно рисковать силовую подавать. Да. Ну, в Щедилове он принимает надежно. И первым темпом Казицын забивает. 17-14. А вот Казицына вот это то, о чем я говорил. Очень много срывов на подаче. Сейчас планер Казицына ваут. 15-17. Подача пиуна. Хорошо. А, эх, не попал. Так красиво мяч летел, а. 18-15. Задумал хорошо, но вот с воплощением проблема возникла. Плюс три. К концовке близится первая партия. Бугачев. Бугачев. Легко же в Щедилов на задней линии подбирает смягченный мяч. Да. Уж. Так, Маслеев убирают, Бугачева. Предвижу волну критики в соцсетях. 15-19. 19-15. Впереди нефтяник первой партии. Впереди нефтяник первой партии. Папазов. Есть. Очень надежно. 16-19. Так. 16-19. Подача капитана Самотлора. Вторая сорванная по паззлам подача этой партии. Ну вот в подаче, конечно, и тем и другим нужно что-то делать. Но очень много срывов. Очень много. И четыре очка в концовке имеет нефтяник. Подача Пурина. Макаренко надежно принимает. Маслеев первая атака в матче. Забивает Станислав. 17-20. С межнерецким о чем-то Валерий Песковский говорит. Сейчас подача Маслеева. Будем пробовать подтянуться. Три очка все-таки в концовке. Это существенное преимущество. Но все может решить серия очень хороших подач. Да, вот Пурина сейчас принимает. Но подача была неплохая. И сейчас нужно защищаться. Егоров. Шаметихин. Опять один человек на нем. Но он не рискует атаковать. Доигровку Самотлора. Маслеев. И очко у Самотлора. Один брейк есть. 18-20. Здесь Маслеев сейчас снова идет подавать. Так, Таймал сейчас берет уже Викулов. Почувствовал, что соперник сейчас может добавить. Таймал сейчас берет уже Викулов. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, возвращается команда на площадку Маслеев на подаче 18-20 Один брейк мы сделали уже на подаче Станислава Вновь мощно Сейчас Моисеев принимал высокий мяч Щадилов подстраивается тройной там Эх На противоходе сейчас Мишневецкий попался Зацепил там блок, но дальше Увы, не пошло 21-18, еще один шаг делает Делает Нефтяник концовки этой партии Подача Шеметихина Маслеев Блок-аут Наверняка сейчас было Ну, нефтяник на самом деле Есть за что бороться Несмотря на то, что команда сейчас находится На последнем месте Там такая плотность результатов внизу Ну, вот сейчас Пурин Пайпом забивает 22-19 Там получается Да, и Мороз сейчас выходит Вместо Ай, двойная замена Да Осипов и Мороз Вместо Егора Ващеметихина Там Газпром Югра, который находится на Одиннадцатом месте Имеет шесть побед А все остальные Три команды По пять То есть Как бы У Оренбурга Есть шанс Побеждая Подниматься Выше и выше И иметь возможность Домашний раунд Домашний раунд Плей-ауто Проводить Осипов сорвался С подачи 20-22 Продолжаем бороться Можно еще цепляться В этой партии Подача Валентина Безрукова Если не ошибаюсь Первая подача Безрукова Не подавал Еще в этой партии Так как на замену вышел Есть И Макаренко Закрывает сейчас Щеделова В одиночку Один Дмитрий Оказался Передоигровщиком Левтяника И закрыл его 21-22 Подача Безрукова Так Возвращаются Шеметихина Егоров 21-22 Хорошая подача Сейчас нужна Так Ну тут сейчас Очень и очень Уж Справились Хорошо с приемом И Казицын Первым темпом Забивает Нефтянка Все-таки получше Дела с первым темпом Устоят Там не фонтан Но побольше Они забивают Своими Центральными Блокирующими 21-23 Щеделов Ишневецкий Принимал Папезов Есть 22-23 Продолжаем борьбу В этом сете По первой парте Очень живой матч Интрига Прямо плещет Макаренко Дело в выбитый прием Маслеев Тут сейчас все-таки Оставил ночь За своими 23-23 Станислав Сравнивает Ну и очень Очень Серьезное Концовка У нас ожидает Тут сейчас Викунов Повтор просит Что он читает Что Там Маслеев Сыграл На стороне Соперника А что Нет касания Касания Сетки Смотрели Нет касания Не было Чистого Маслеев Сыграл Значит 23-23 Равный счет Подачи Макаренко Просит Это у Максим Максим Вау Вот его атака пошла И сетбол На подаче Макаренко Силовая пошла Пурин блокирует Героически Героически Нефтяник Шеметихин В трос Две ошибки Диагонального Нефтяника Решают судьбу Первой партии Ну а самотвор Молодец Боролись И выигрывают 25-23 Продолжим В следующем сете Начинается вторая партия В матче И игра самотвор Мехтянник Это 25-4 Париматч Суперлиги Сейчас Похоже Рук попаздывал Испугался Он просто Над сеткой Выставил Мяч Юркнул Перед ними Перед сеткой На сторону Соперника 1-0 25-23 Героическим усилием В концовке Вырывают Победу Хозяева В первом сете Хотя там Ближе к концу Минус 4 Они проигрывали Вполне Кстати заслуженно Но потом Собрались И Сет взяли Шеметихин Продолжает Серию Своих неудачных действий Третья подряд У него уже У него есть сет Кому интересно Сейчас тайбрейк Играет в Лабытнанге С Динамо Олимпом 2-2 По партиям Там 26-28 Уступили Они В четвертом сете Срывают Пинус Суженную подачу 1-2 Первый сет Сейчас Как бы Немножко Другие Другое состояние Вынудила их Игра Пурин Рисковал И подачу Срывает Пурин Кстати Лидер Еще и По Подачам На эйс Подача Эйсом У Нефтяника 30 У него У Пиуна 20 Это Из наших Лучший Шелетихин Четвертый Косяк А это Ананиев Был Простите Сейчас Ананиев Не попал 4-1 Впереди Самотлор Подача Безрукова Была Ах Как защите Здорово Безруков И Это Был Маслив Сейчас От защищаться Цепков Закрывает Одиночным Блоком 5-1 Ну Вот сейчас Избавлять Хорошо Начали Вторую Партию Сами же Довольные Тайм-аут Викулова Ну Вот так Мы играли С Зенитом Так Мы играли С Кузбассом Так Нужно И с Нефтяником Нам играть Самотлов Честно Девятый Позиция В турнире На таблице И Выше он там Вряд ли Поднимется Нужно все Три игры Выигрывать При том Что АСК Никого не победит А у нас Кроме Нефтяник Еще две игры С локомотивом Там на выезде В Новосибирске Ну давайте Будем Справедливы Там тяжело Будет конечно И один там Матч поднять Вот Но мы можем Сохранить Свою Девятую позицию Оберечь ее От Енисея Который нам На пятки Наступает У него там Столько же Побед Ну по очкам Он значительно Отстает И задача У нас Ну не выиграть Меньше Чем выиграет Енисей Ну вот Забивает Сейчас третий номер Нефтяника 2-5 Чет становится Вот Енисей Матча У нас Кузбасс Кузбасс Ну а Ну а Шеметихен Сам Бог Велел Забить Длинный розыгрыш Тут С чьейной Невнятых действий С обеих сторон Заканчивается Польза Нефтяника 4-6 Подача Шеметихена Сейчас будет рисковать И это была Так Показывает Эйс Песковский Не берет Так Он берет тайм-аут А можно было бы Просмотр взять Так Ну вот Подсказывает Что все-таки Площадка Тут была То есть Это вторая Из Семетихена 6-5 Помню Что 5-1 Был счет Вернулся В нефтяник В огром Невецкий Безруков Тут Забивает 7-6 7-5 У Юрия Конечно Отличный матч Сленобласти удался Вот С Уралом Не так уже Все хорошо было Щедилова Попазов Перевисел Но еще одна Доигровка У нефтяника И чуть-чуть Смирается Кову Не хватает Чтобы этот Мяс Достать 6-7 Так Нападать Леонид Щедилов Макаренко И сам же Забивает Уверенно Надежно Опытный Шеврог Самый опытный Судистый Макаренко И 8-6 Подача Попазова Не так много Сегодня Как обычно Атакует Виталий Ну Такую Видно Установку Дал Сегодня Валерий Песковский На игру Больше Пытаемся Играть Через Доигровщиков Неудобно Там же Вишневецкий Закрыл Простор Маслиеву Пион Жалко Блокаут Получается 7-8 Подача Казицына Вишневецкий Пасовал Маслиев Доигровка У нас Попазов Сейчас уже Посудит Тот Кто должен И Попазова Атака Разрезал Блок На задней Линии Щадилов Сыграл Пурин Спасает Матч Для команды Казицын Скидывает Еще доигровка У нас Одна Будет Пиум Ну Что ж Такое Макаренко И Макаренко Не докинул Так О чем Попазов Сейчас Говорит С Судьей Там Непонятно Что По эпизоду Давно Засиделся У нас На скамейке Ярослав Верный Почему-то Не выпускает Его Валерий Песковский В последних Матчах Ну А Титок Мы знаем Играет Сейчас За Молодежку Маслив Маслив Вот сейчас Забивает 9-8 Подача Станиславу Маслива Хорошо Это Справляется Щадилав Не успевает Там Певу Подтянуться К Макаренко Но там И атака Хороша Вряд ли Бы Имели бы Большие Шансы Роман Егоров На подаче Нефтяника Маслив Маслив Макаренко Ну Повезло Сейчас Конечно Немножко Могли бы Цепануть Блоком Но нет 10-9 Небольшое Преимущество Самотлора Подача Возвращается Пиун у нас Хорошая Подача Пиуна Блоком Блоком Но в линии Очень хорошо Щеметики Сейчас проходит Без вариантов 10-10 Курин Срывает Подачу Не так Хорошо У него Зарядит Как Начали Матча 11-10 Подача Валентина Безрукова Щедилов Принимал Щеметикина Закрыли Но доигровка Будет у соперника Тройной Блок Сейчас На Щедилова Есть Работает Тройной Макаренко Цепков И Папазов Может быть Не так Часто Этот компонент Применяем Но вот сейчас Он работает 12-10 Щедилов Егоров Шеметихин Не дали ему пройти Сейчас Щедилов Будет атаковать Цепков Касание там было Не свистите отсюди Ладно Тройной Вновь Сейчас Нет На пайп Пурина Было Еще одна Доигровка В защите Здорово Играем Сейчас Шеметихин И вау Тут просто у факела Уже мне кажется Руки опустились Третий раз Атаковать Таймаут А что там Викулов Хочет смотреть Ну пусть Посмотрит Так Просмотр будет Второй раз Воспользуется Просмотром Владимир Викулов Очень важный момент Может сейчас Самогон Существенное Прямо Что получить В матче Не было А было Касание Было Было Касание Блока Удовлетворен Запрос Значит не 13-10 12-11 Будет счет Ну повезло Тут явно Нефтянику Макаренко Безруков Маслив Попазов А Цепков Уже не успевает 12-12 Ну сыграл Да Просмотр Викулова Мог бы Сейчас Другой Счет Странный Там был Эпизод Давайте Забудем Его Маслив Безруков Макаренко Есть 12-12 12-12 12-12 Дмитрий Дмитрий Макаренко Сейчас На подаче Хорошая Мощная Подача Шмятихин И нефтянику Отдается Мяч 13-13 Ну что Приехали Юрия Ирия Цепкова Порин Не попадает Площадку 15-13 Порин Сейчас Принимает Шеделов Забивает 14-15 А университет Тем временем Выигрывает У Динамо В Лоботненге 3-2 На тайбрейке 15-12 Хотя Конечно Первая партия Совершенно ужасная Была 8-25 А потом Ну а потом Все сложилось Хорошо Ну вот И смотрите Тут этот Молодежный Волейбол Позавчера Сургуту Проиграли 0-3 Без вариантов А Сегодня Обыгрываем Лидеров Ну что Интересно Посмотрим Что будет Дальше В Нижневартовске Между тем 15-15 Сравнивают Счет Подача Щедилова Нижневецкий Попазов Тройной блок На него идет И закрывает Попазов 16-15 3-0 Отрезок Нефтяник Выигрывает Ну Нужно Что-то Придумывать Потому что Прямым Фронтом Не проходит Ничего Еще раз Попазов Удают Щеметихин На задней Линии Безруков Макаренко Попазов Тройной Есть Сейчас Забил Разобрался Молодец 16-16 Разобрался И прошел Сейчас Мимо блока Виталий Попазов Срыв Сожрание На подаче Нефтяник Кстати до сих пор В Нижневартовске Ни разу не выиграл Всего команды Суперлиги Суперлиги Не выиграл Ни разу Нижневартовске Маслеев 17-17 19 матчей Команды провели Из них 13 Выиграл Самотвор И 6 побед У Нефтяника Но в таковых матчах Все три игры По запросам сезоне Выиграли Черно-желтую 17-17 Подача Маслеева Ох-ох-ох В тело В защите Как здорово Макаренко рискует Ну ладно Пытался максимум Взять из этого Эпизода И закрыл его Двойной блок 18-17 Впереди Нефтяник Не криминально Это преимущество Сложнее Все было в первом сете И было отыграно Подача Егорова Маслеев Попазав Дашь Ананев Закрывает его 2-19-17 Проигрываем мы блоку К сожалению Оренбургскому пока Ловят 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 нас Периодически Таймау Песковского Оренбургскому Одинбургсу так заканчивается тайм-аут 17 19 вновь проигрываем в концовке правда не так много как первой партии но пугает то что стабильно наших атакующих игроков ловят блоком гостям вот недавно это с папа за вам случилось макаренко тут принимает с трудом нет у нас атаки ну конечно парень тут забьет какие вопросы 20 17 так до валиков возвращается и а это двойная замена сейчас будет до валиков пузняков место безрукого и по пазлова рискует валерий песковский неожиданно это все случилось на подачи егорова два очка подряд тут восемнадцать и семнадцать и свалились на двадцать и семнадцать очень немецкий пузняков да что ж это такое-то господи ну понятно что савелий пузняков не диагональный конечно но тем не менее вновь какие-то непонятные ситуации возникают в концовке но не самая страшная уж подача у егорова то макаренко пурин тащит в защите сейчас он конечно что-то неимоверное сотворил видно весь на предыдущий эпизод потратился ну очень большое преимущество пока что у мистяника но и партия еще не заканчивается с подачи у пил на вся надежда то что у него полетит рискует щадилов принимает не разобрались здесь можно было принимать конечно двадцать два восемнадцать а как хорошо все под начиналось 5-1 счет был в начале сета хорошая подача конечно было получил супурина макаренко не будет атаковать и шиле тихин просто от всей души вкладываться в площадку я не буду комментировать эту ситуацию конечно не с позиции команды которые играют с позиции силой так сейчас действовать проваливает от краю на самотвор концовку сета звуков ну вот первое очко савелия 1923 не возвращаются по позов и пока по позову придеток пусовать будет а потом как подает сразу появится и каваликов сетбол сейчас будет у нефтяника за безруков извините я сказал каваликов до каваликов и было до этого на площадке выходит безруков вот пятьдесят одну минуту продолжается матч в прошлый раз с уралом в час 08 уложились три партии тут понятно уже что борьба будет упорная папазов забивает 20-24 силовая от макаренко пурин худобеда справляется шимитихин сейчас безруков страхует и атака маслеева тройной блок и не достает час лидера 2124 по борьбе еще в этой партии просмотр просит ну вот как раз во многом конечно тот просмотр удачный при счете там 12 10 до многое перевернул в этом сете на таком хорошем уровне национальным шел самотвор но и по не знаю что случилось потом настиг нефтяник соперника пошло на равных а концовочка еще и в общем получилось так как получилось так запрос не удовлетворен 21 24 подача макаренко и к сожалению аут 20 а а песковский просмотр сейчас возьмет нет ну там далеко аут то есть 25 21 выигрывает нефтяник второй сет 11 по партиям 1-0 повел нефтяник во втором сете 2-0 2-0 2-0 2-0 3 Супков сравнивает. 1-1. Подача Маслеева. Далеко. Вау, суждение. 2-1. Впереди нефтяник. Курин на подаче. Маслеев. Вишневецкий. Без атаки мы. Пытались закрыть Ананева. Умутся же не удачно. 3-1. Впереди нефтяник. Курин ваут. 2-3. Подача Юрия Цепкова. Пурин с трудом справляется. Щедилов. Цепков. Безруков. Попазов. Маслеев. Ну что ты. Называется, что мы им не храним. Потерявши приотлачем. Губим так свои атаки. 4-2. Впереди нефтяник. Маслеев. Маслеев. Без рукав. Пил забивает первым темпом. 3-4. Маслеев. ПилBye. Пил с пиньем. Подача Шеметликина. 5-3. Впереди нефтяник. Невецкий. Без рукав. Макаренко закрывают. Ещё одна доигровка. Здорово в защите играет тренинг. Без атаки. Папазов. 4-5. Викола пытался тут взять просмотр. И он будет. Хотя тут ему Егоров говорил, что вроде как не надо. Но Виколову тут один раз повезло. По второй партии с просмотром. И во многом перелом он внёс. В игру. Нет, запрос не удовлетворён. Там мяч был в площадке. 4-5 счёт. Подача Макаренко. Маслеев от всей души сейчас прикладывается и сравнивает. 5-5. Хорошая подача. Доигровка. Без рукав. Молодец. Сильно рисковал. Могли достать. Там 6-5. Так. Он взлиток у нас тайма уберёт. Критов у нас тайма уберёт. Нет. Критов у нас тайма уберёт. Возвращаются команды на площадку Подавать будет Макаренко Безруков достали! Молодцы! Еще бы защищаться сейчас От рук безрукова вау 6-6 Мощная подача судилового аут Ну вот ожидали ли хозяева От гостей такой прыти За каждый мяч борются За каждую атаку За каждую пять площадки гостям Упорная борьба Подачу срывается М7 Полкаренко без рукав Маслеев пробирается сквозь блок Сквозь руки она нанесет И смотрим 7 Вот в таких эпизодах В том числе Матчи решаются и переламываются Но это такой матч Который именно переламывается Придется Кому-то сегодня Подача безрукова Курин Курин такое ощущение, что площадку просто Хочет пробить Такой наверняка еще с такой мощью Что бедный Терафлекс 8-8 Маслеев Егоров поднимает Шумитихин Разрезает Наш блок Испереди нефтяник Уже 9-8 Нефтяник в прошлом году В высшей лиге Занял второе место Но там Трансгаз Отказался от участия В суперлиге И решением Федерации Нефтянику отдали В место В классе сильнейших Маслеев Да Повезло Сейчас Самоклору В сложной ситуации Там Маслеев Атаковал И Не факт, что добил Мяч до пола Но Ошиблись игроки Нефтяника 9-9 И не подает Ну как С первой партии Пошли эти ошибки На подаче У обеих соперников Так и Периодически Они их выдают Макаренко Горов И Цептов Добивает 10-10 Так Ну и вот Ярослав Ферни Появляется Вместо Пелуна Давненько не было Не видели мы его На площадке И ждем От него Свежести И заряда эмоций Подача Цепкова 10-10 Третьей партии Сейчас пытался он блокировать Ананева Но неудачно 10-10 11-10 Впереди Нефтяник Хорошая подача Ананева Достает Маслеев Попазов Есть 11-11 И капитан Самотлора Подает Удачная неделя Была у Виталия И в сборную Его пригласили В расширенный список Он вошел Выбитый прием И вот Первое очко Верного Блокаут И Самым заряженным игроком Севраля По версии Болельщиков Встал Вышел в финал Но Виталий Правда В интервью Сказал Что Вот это Приглашение Это 50% Там Это заслуга Конечно Команды Удачной Игры Самотлора И срывается Сейчас подачу Вторую 12-12 Макаренко Доигровка И Макаренко Закрывает Всеми тихий На Левауте Мяч был В площадке Был мяч А сейчас Викулов Возьмет Второй Просмотр Один У него Оставшийся Но Такое ощущение Что мяч Был в площадке И в общем Очень Макаренко Это уверенно Показал Ну Что мы будем Сейчас гадать Мы просмотр Повтор посмотрим И все увидим Да Упорно Такой динамичный мяч Вздохнуть То есть Некогда Да Мяч был В площадке Прав был Дмитрий И впереди Самотвор 13-12 Подача Как раз Макаренко Курин Принял С трудом А что Верный На стороне Соперника Сыграл Так Хотел Забить Обидно Так Подача Для Недощадилова 13-13 Вишневецкий Муаслев Вот это Атака По диагонали Хорошо Вот сейчас И нужно Этой уверенности Давить Соперника Хотя Видим Что соперник Конечно Сам не пробовал Ну просто Огненный Пока мы Смотрим Матч Вот как раз Подача Ярослава Верного Щедилов Цепков Закрыл Козницына Пурин И Пурина Закрывает Уда Игровка Эх Жалко Сейчас Вдруг Цепкова В аут Уходит Хорошо Цепляли Мяч Обидно Тут Получилось 14-14 Маслеев Забивает В площадке Мяч Показать Ну что Был аут Но нет 15-14 Очко Очко Ну кто Сейчас Первым Поплывет Кто ошибется Или На баланс Пойдет Первый раз В этом матче Подача Безрукова Щедилов Егоров Щеметихин Выцепил Попазов Маслеев Тройной На него Щедилов На задней линии Егоров Мишневецкий Он сейчас Будет играть Попазов И решает Виталий На тоненького А касание Блока Там было 16-14 Ух Вот это игра Так Подача Безрукова Щеметихин Нет Очень резкий Отсток Не достайтесь Вишневецкому 16-15 Подача Егорова Маслеев 16-16 Вновь сравнялся счет Просмотр Песковский На касание Блока Я так понимаю Я тут смотрю Статистику Матча Динамо Олимп Университет Там у Назар Литвиненко 25 очков Он лучший В составе Нижневартовцев Ну вот Морозов У Динамо 33 набрал Но не помогло Это в итоге Динамо 3-2 Напомню Университет Выиграл В Лоботнанге После 4-х туров 2 победы У Вот Да Было касание Блока Значит Счет 18 17-15 Должен стать 17-15 Да Было касание Блока Вот и повтор Песковского Сработал И Макаринка И Макаринка Тут у нас Доволен На площадке 17-15 Ну вот Нужно сейчас Этот почин Поддержать Огонек Опять Загорелся В глазах У наших парней Подача Маслива Ох Как хорошо Чуть руки Не оторвал Моисееву У Пурина Молодец Ну что Говорить В очень непростой Ситуации Рискнул И забил 16-17 И сейчас Пурина Будет подавать Опытный игрок 88-го года Рождения То есть 33 года Максиму Пурина Вообще Достаточно Опытный Состав У Нехтяника Тут Раз Два Три Четыре Пятеро Ребят Которым Больше Три Двух Лет Из них Вот только Казицына Нет Ой Извините Только Мороза Нет На площадке Справляется Сейчас Вишневецкий Высокий Мяч Тяжело Макаренко Атаковать И Следствие Вот она Закрывает Его блоком Не опускает Не втяник Руки Забрали У них очки Сейчас Просмотрим Справедливо Вполне Но Тут же Два очка Они Выбрали И 17-17 Равный счет Подача Пурина На грани Риска Подает он Но подает Макаренко Блокаут Выгрызает Выбивает Как породу Горную Так Хорошо 18-17 Не нужна Хорошая Подача Все-таки Вот по подаче Подача Сильнее Ярость Нефтяника Один Пурин Чего стоит Цепков Пурин Егоров В защите Здорово Нет Атаки Не будет Ну Как хорошо Снова В защите Ну и сейчас Б еще Блоком Не было Там по сути дела Блока И 18-18 С тем желанием Сейчас эти Обе команды Этот эпизод Играли Удача была На стороне Нефтяника А у Туананева 19-18 Равная Равная Концовка Пока что Намечается Подача Папазова Срывает Папазов Подачи Так И двойная Замена Мороз Осипов Вместо Егорова И И Шеметихина 19-19 Так вот Господа Чеосипова В чем-то Он там С Егоровым Поговорил Так Судьи дают Свисток К игре Папазов Не добивает И ошибку Свистят Сейчас Осипову 20-19 Без борьбы Берем это очком Так Подача Макаренко Накал Такой Как будто Концовка Тайбрейка Щадилов Молодец Маслеев Папазов Было Касание Блока Бейла 21-19 Плюс 2 Ничего Это еще Не значит Видели Мы сегодня Как и те И другие Не такие Отрывы Отыгрывают Тайм-аут Викулова Тайм-аут Так Возвращаются Команды На площадку Третья Партия 21-19 Ведет Самотлор И 1-1 И по сетам Подача Макаренко Отлично Щадилов Справляется Осипов Напурина И ошибку Заступ Свистят Пурину Ну Пурин Я хочу сказать Вот он играет Так На грани Всегда Рискует Он и подает Прям Влетая В площадку И вот сейчас Заступил Пересек Среднюю линию 22-19 Но ни в коем случае Не расслабляться Ничего не значит Плюс 3 Насмерть Они стоят Обе команды Я думаю Сейчас будет Цепляться Просто Нефтяник Подает Да Слава богу Вот и нас Прорвало 23-19 Ну молодцы Сегодня доигровщики Что сказать И Макаренко И Маслеев Тянут И все И всегда Получается У Виталия Папазова Но Не будем Уж перехваливать Но пока Удачно Работают Наши доигровщики Курин Чуть руку Сейчас без руку Не оторвал 20-23 Так Сейчас Внимание Подача Леонида Щеделова Не надо Никаких послаблений Давай В первой партии Озадачил Нас Леонид Своей подачей Аут Эйс Просмотр Пишневский Возьмет Хотя Ну там Уверен Судьи Показали Что Уродьбы Мяч Был В площадке Ну Если Есть Просмотр Что Что Не Проверить Да Мяч В Площадке Был Аккурат Линия Посередине Мячик Разрезала 21-23 Ну и Вот В общем Один Брейк Щеделов Сделал Писковский Таймаут Берет Завершается Таймаут Так Очко, потом срыв. Ну и три сетбола сейчас целых у самотвора на подаче Вернова. Посмотрим, что сейчас Ярослав покажет на подаче. Первый раз мягко и легко он подал. Ну а сейчас Щедилов. Щеметихин. В защите подняли Цыпков, Папазов, Безруков. Так, непонятно. Очко отдается Мотвору. Там что было, касание или была площадка. Так, просмотров у Виколова больше нет. Он их сам все выбрал. И 25-21 выиграем третью партию тяжелейшим. Но есть какие-то более мелкие, за которые идти и другие борются. 0-0, подача Егорова. Макаренко Безруков. Цыпков. Курин. Смягчили хорошо. Безруков Маслеев. Не попадает. Но там было касание блока. 1-0, перед самотвор. Ну вот до этого тот, кто набирал первые очки в партии, проигрывал потом сет. Посмотрим, как в этой партии Маслеев сыровую подает. Безруков. Безруков задевает пять-три атаки. Суми Тихина, по-моему, 1-1. Ну, Валерий Песковский, который с начала матча, половину своей шестерки перетихнул. Маслеев. Безруков. И... Верные появились. Супилов не попал, и по рукам тоже не попал. 2-1. Самотвор. Зыбков подавал. Ох, хорош, Попадов на блоке. С верным в Содрунске. 3-1. И даже Егоров сейчас аплодирует. Справляется там Маслеев. Неудобно было, тянулся Цыпков к мячу сейчас. А он от него уходил. И 2-3. Подача Аннадьева. Срыв. 4-2. Ну, а у Нефтяника стартова шестерка. Ну, правда, конечно, там тоже Виколов проводил замены. Ну, в итоге вот старт он возвращается каждый раз. Попадов. Курин принимал. Шуми Тихину там ап. Пытался Самотлор убедить судью, что... А, спорный. А, спорный. Спорный. Так. По всей видимости, все-таки игроки с Самотлором мяч зацепили. А судья свистнул. И будет спорный. Ну, сам, видно, признал, что там мяч был поднят. А, спорный. 4-2 Возвращаемся, отматываем как бы эпизод назад Другая подача Попазова-Щедилова справляется Урин, смягчили его И доигровкой бы сейчас добить не продрался там Верный Тройной блок на Щедилова, Попазов Безруков Опять Верный не добивает Еще одна доигровка Сейчас уже Маслеев, но этот продерется 5-2 И сейчас нужно попытаться не повторить ошибки Предыдущего, второго сета Когда 5-1 ввели, в итоге уступили Я уже сказал, что заключительный матч регулярного чемпионата сегодня в Нижневартовске Бомбит Попазов, но сейчас более уверенно справляется с Шеметихин Здесь Невецкий страхует, Безруков прыгает вместе с Щедиловым Смягчили вновь хорошо Шеметихина Макаренко, эх, закрыл Вот сейчас Шеметихин исправил свою ошибку 6-5-3 Потом Будет плей-офф Но Непонятно, как решится тут судьба этого матча По стандартам Нижневартовская арена Меньше трех тысяч Не может она плей-офф принимать Ну, посмотрим Хорошая подача есть 4-5 Ну вот Как будто и не было Это 5-2 Взрывая Те следующие подачи Шеметихин 6-4 И вот Я вам сказал, что никогда Невецкий пьяник не выиграл в Нижневартовской суперлиге Мне вспоминается Упорнейший матч Кубка 2015 года Когда здесь в предварительном раунде Играли команды Или даже, извините, если ошибаюсь Либо это был матч плей-офф И да, наверное, это был сезон 2014-2015 Плей-аут И в тяжелейшей борьбе На тайбрейке Там выиграл Выиграли хозяева И потом я с Валентином Троткой Он отговаривал Который, как раз, в Нижневартовской тогда играл Он говорит Ну, сумасшедшая совершенно игра Ну, добавляем уже Добавляем Думаем Ну, все Словится сейчас соперник А нет Он тоже добавляет В итоге выиграл Там тогда самоплор Сейчас четвертая партия 7-5 Ведем 2-1 по сетам Верный Щедилов принимал Казицын забивает Первым темпом 6-7 Так, и Казицын подает Иван Казицын Немер 7-6 Держим пока этот двухкачковый интервал Липихин Безруков Макаренко посует Маслеев Есть 9-6 Ну, уникальная Комбинация Безруков Защищал Макаренко Пасовал Ну, Маслеев Забил 6-9 Липихин Попазов Сейчас зацепил Маслеев Тройной блок На него И перевесел Сейчас Пулин Маслеева Не получил Второй раз То же самое 7-9 Могли сейчас еще Оторваться Подача Егорова Шнурецкий Безруков Шнурецкий Безруков 10-7 Подача Маслеева Силовая Ух ты Вот это пушка Это есть 11-7 Ну, сейчас Такая была Комфортная Ситуация Плюс 3 И многое Можно было Извлечь С этой Подачей Вот Маслеев Это и сделал 11-7 Тайма Вот Какого Он берет Спасибо Продолжение следует... 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 11.16 Сейчас хотел, похоже, Ярослав красиво сыграть И явно перемудрел 11.16 Макаренко без рукав Зачем это нужно? Уверенно ведет команда Инициатива есть Поэтому Песковский берет сейчас тайм-аут Инициатива есть, есть желание, есть огонек Вот такие две совершенно непонятные Каких-то эпизоды, где теряем очки Причем, ну, действительно теряем Ну, не умоляя заслуг там соперника Ну, это очки, которые Самотлор сам себе принес Привес 12.16 За счет Подача Щедилова Мощная подача, выбитый прием И вот еще и третье очко получите, распишитесь А подряд четвертое Не помог тут сейчас много тайм-аут Песковского Еще один айс дает Щедилов Ну, что вы будете делать? Кириллов сейчас попробует привебать Где удача в подаче, для Анида Щедилова Стало выбитый прием А потом Мейс Макаренко сейчас принял Попазов Ну, разрезает несколько ситуаций Сейчас Виталий Попазов Но Помним, какое огромное преимущество было у Самотлора И что от него осталось Подача верного Позицию на закрыли Но мяч вновь у Левтяника Сейчас Щедилова зацепили Пурина бы еще Попазов дотянулся Цепот Сейчас бы уже наказать соперника Маслеев, да, делает А нет Нет Извините, ошибся Я Просмотр сейчас берет Песковский На касание Не смог сейчас продраться через блок Станислав Маслеев Апеллирует там сейчас к столику Песковский Вновь в какую-то тяжелую фазу переходит игра Казалось бы, ну, существенное преимущество И вот нет его больше Долго там, судя, что-то просматривают Ну, относительно долго Бывает, конечно, и дольше Очень важный эпизод Партии Не было там касания Значит, очко отдается Нефтянику Кириллов вновь выходит принимать 15-17 Подача Казицына А, вот, срывает Казицын подачу 18-15 Изруков Щедилов Пурин ваут И без касания 19-15 Просмотр Викулов Ну, сейчас посмотрим, конечно То же самое, похоже, будет сейчас А, касание блока Неужели там Викулов уверен, что оно было Потому что не похоже, что он Собирается разговаривать с командой Может быть, хочет, чтобы парни сами пообщались Так, нет, нет Не было касания блока Очко Самотлору 19-15 Ну, и нужно сейчас продолжать Просто уже гнуть свою линию И заканчивать И сет и матч Хорошее настроение у игроков Нефтельника Несмотря на то, что Уступают они в сете Щедилов принимал Егоров ваут Скинул 20-15 Ну, вот, такой Бросок удачи был у Романа Даже не 50 на 50 Тут было попадет Или нет На него закрыли Ну, сейчас вторая атака Получилась На него 16-20 Егоров Сейчас будет пытаться Усложнить Свою подачу Макаренко Макаренко Вверх Попазов Кириллов Безруков Еще раз Попазов Прошел 21-16 Подача Подача Маслеева Тайм-аут Виколова Под эту подачу Так 21-16 В третьем сете В четвертом сете И 2-1 По партиям Самотлор Ведет Подача Маслеева Дают ему мяч Эй Эй Спросят болельщики Справляется Либера Пурин Как всегда От души Но это раз в блок Кириллов Тут пристраивался Макаренко Не сильно Но надежно 22-16 Ну и вот Вновь 6 очков Имеет Все-таки Сильно Потратился Наверное Нефтяник На тот рывок Который Не удалось Завершить Ну и вот Возвращаете Самотлор Преимущество 22-16 Хорошая подача Макаренко Пурин Маслеев Безруков Макаренко Не попадает Сейчас Дмитрий В площадку 17-22 Так Панов Сейчас вместо Пурина выходит У Нефтяника Этот волейболист Выступал В сезоне 17-18 За игру Самотлор Ну это был тот сезон Который Лучше не вспоминать Вылетели мы Из суперлиги Но В силу того Что Екатеринбург Не мог подтвердить Своё участие Вернулись В класс Сильнейших Молодцы Возвращает Мяч Грумаслеев Вот Панов Ну что Он хорошо Подал И Завершил Атаку На 2 очка Подтягивается Нефтяник Ну так Наверное Вортовчане Поняли Немножко Как Панов Подаёт И Сейчас Будут Пытаться Принять Другая Подача Да ещё и Вау 23-18 Прикола Просмотр Возьмёт Но Нет У него Просмотров Больше Поэтому А Нет Всё-таки Состоится Такое было ощущение Что судьи Показывали Что нету Больше Просмотр Просмотр На аут Ну похоже Что был Там аут А, мяч В площадке Да вы посмотрите А Ну вот Уже От 6 очков Вновь 3 остаётся Таймов Песков Что Шпанов Так не играл В Нижневартовске Когда он Сюда приехал Так 19-22 Отыгрывает Три мяча Нефтяник С 19-16 С 22-16 Болельщики Болельщики В Нижневартовске Всключаются Интересный матч Будем сегодня Посмотреть вживую Посмотрим Посмотрим Какую сейчас Подачу Будет Панов Использовать Макаренко Макаренко Кириллов Щеметихин И ошибку Свистятся Матлору 4 очка Ну Второй раз 4 очка Выбирает Нефтяник Ну это 5 очков Замена Сейчас А нет Не замена Вишневецкого Пытаться Будет Искользовать В приеме Так Таймаутов По-моему Не у того Другого Нет Или По-все Видимости Да 22 16 Был Счет Да Что Такое 22 22 Ну вот Что это Называется Встать Ну неужели Что там Такая Подача Неимоверная Это что Бельфредо Леон Или Максим Михайлов Вышел Я уже Не говорю О том Что в пятую Партию Самотлору Лучше Не заходить Все Что Они Играли Сегодня В этом Сезоне На тайбрейке Они Проиграли Аут Ну вот Пораньше Он этот аут Подать Не мог Ну повезло Конечно Виколу С повтором Там Везет Ему Чистенько В этом матче Удачно Уберет Эклубные Эпизоды Это тоже Чутье Тренера Сыпков Упорнейшая Концовка Теперь Будет Забивает Щедилов 23-23 Подача Ананьева Попазов Маслеев Сетбол У нефтяника Вы посмотрите Таймаут А нет Войная замена Сейчас У Самотлора Таймаутов Это нет Уже Ну вот Сейчас Очень Важный момент Матча Самое время Нужно проявлять Свои лидерские Качества Тут уже В этой партии Называется Трайгер Ну все Кроме чести Уметь 22-16 И довести До 23-24 Но это надо Умудриться Срывается С подачей Ананьев 24-24 Так Замены Пока нет Попазов Ведет Сейчас Вместо Вместо Коваликова Но рискует Валерий Песковский Попазов Все не так Хорошо Подавал Тут остается Только молиться Уже Есть Подал Попазов Невецкий Позняков Аут Ну вот Когда нужно Выстрел Сновелик 25-24 И на подаче Попазов Матчбол Хотелось бы Чтобы он был Первый И последний Ну вот Меня извините Уважаемые Слушатели И зрители За Такую Субъективность Наверное Первый Раз Такой В Нижневартовске В сезоне Происходит Ну просто Сумасшедший Какой-то матч И Ну давненько Я не видел Чтобы такие Отрывы Команда Вы отыгрывала И Выбирала И Все-таки У более Наверное Классного Соперника Ну и Капитан Самотлора Подает Сейчас на матч Справляется Панов Мороз Забивает 25-25 Так Безруков Возвращается Так Кухно Вместо Егорова Ну это Сейчас Усиление Блока Потому что Без связки Остались На площадке Оренбургцы Ставка Сейчас На подачу Мороза И Потом На Потащик Блоком Мороз Встревает Подача 26-25 Так На подачу Дмитрий Макаренко Идет Начинается Битва Нервов И характера Повернее Продолжается Силовая Силовая У Макаренко Панов Справляется Далекий Мяч И сидела Вау Господи 27-25 Возьмем Просмотр Как всегда Викулов Неужели ему Опять Сейчас Повезет А Вот Кто ожидал Что такая Игра Будет А Особенно Когда Счет Был 22-16 16-10 Но 22-16 Да Большой Подарок Конечно Преподнес Нефтяник Нет Нет Там был Аут И 27-25 Выигрывает Самотвор Это Девятая Победа Команды Поздравляем Вортовчан Хотя Конечно Нервов Они нам Потрепали Сегодня Порядочно До свидания